Настрой. Музычно-забавляльная программа. Классичного балета, белорусского державного академичного музыкального театра «Народная артистка Беларуси» Катярина Фадеева и выканавца партии «Жизель» артистка театра «Лурат Международных конкурсов» Олена Ермановича. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада видеть вас в гостях накануне замечательного тоже события премьеры «Жизель». Мы поговорим обязательно сегодня об этой премьере. У вас есть потрясающий просто подарок от вас, Катя, от вас, Лена. Вообще-то музыкальный театр, просто премьера. 27 числа – это подарок на премьеру. Замечательный подарок. Рассказывайте, Катя, что будет, что это за обновлённый всё-таки балет. Он шёл когда-то на вашей сцене. Я бы не сказала, что это как премьера-премьера. Конечно, это возобновление прекрасного романтического балета. Когда-то он где-то три года назад примерно у нас уже шёл, и мы даже его вывозили на гастроли в Германию, где он пользовался большим успехом. Потом какое-то время его сняли с репертуара, мне очень было жаль, потому что я вообще сама очень люблю этот балет, и сама с удовольствием его танцевала и в роли «Жизели», и в роли «Мирты». Несколько партий я в нём исполняла ещё будучи артисткой Большого театра. И сейчас, когда стала возможность, и дирекция наша администрация попросила возобновить этот балет, я с удовольствием окунулась в эту работу, потому что этот балет я пронесла всем сердцем через всю свою жизнь. Я помню каждое движение, начиная от первого артиста кардебалета до ведущей партии, что мужской, что женской. То есть вот я его знаю. И, ну, посчитали так, что наша труппа сейчас вполне может справиться с этой прекрасной хореографией. Что нового в этом балете будет? Сюжет, конечно, не изменится, будет неизменным. Как его сто лет танцевали, так он и будет выглядеть. Единственное, что я хочу сказать с радостью тоже, что наши ряды артистов пополнили молодые выпускники хореографического колледжа нашего. Четыре человека, девочек, которые они в течение этого года, они уже давно с нами уже сотрудничают. И выходили не раз в наших спектаклях, наших спектаклях репертуарных. И теперь тоже принимают участие в премьерном спектакле. Вот. И самое главное, у нас главную партию Жизели будет исполнять уже рекомендовавшая себя в лучшем свете наша балерина, любимая балерина Елена Германович. Вот, Леночка, у нас сегодня тоже с нами. Для вас такая первая знаковая партия в вашей творческой судьбе? Ну, вообще, постепенно, благодаря Екатерине Юрьевне, моя коллекция ведущих партий пополняется. Как-то так получилось, что с приходом в театр репертуар возобновляется или обновляется, все время что-то ставится для театра и для гастролей. И за последние пять лет у меня уже довольно-таки многочисленное количество ведущих партий, которые мы прорабатываем с Екатериной Юрьевной, которые мне вкладывают просто в каждый пальчик, в каждый жест, в каждый взгляд все то, что она делала. И Жизель, да, это еще одна партия, не похожая совершенно на другие. По-своему она прекрасна, интересна, сложна. И вообще я очень рада, что в моем репертуаре, в моем собственном репертуаре, теперь будет такая партия, что мы над ней работаем. Это очень большой опыт. Опыт не только профессиональный, технический, но и опыт эмоциональный, потому что партия достаточно насыщенная эмоциями, большими перепадами эмоциональными. Передача вот этой милой деревенской девушки, как она любит, какая она настоящая, и переходы в мир фантастики, грез, это достаточно сложно сделать, и мы над этим работаем. И благодаря этому я развиваю, наверное, свой потенциал и техники, и эмоции. Мне кажется, большое счастье работать с таким педагогом, с таким мастером сцены, народной артисткой Беларуси Екатериной. Я очень вообще благодарна судьбе, что в моей жизни так сложилось, что я попала в руки к Екатерине Юрьевне. Она из меня пять лет уже лепит настоящую балерину. Зависнул настоящую. Да. А кто кого впервые увидел? Ну, это было после колледжа распределение. Как бы оно есть у всех артистов балета. И так получилось, что меня и еще моего однокурсника нас взяли в музыкальный театр. Хотя было предположение, что мы пойдем в оперном, то есть мы были в таком подвешенном состоянии. Но мы попали в музыкальный театр. Не жалейте? Вообще ни капли. Вообще ни капли. Это просто подарок судьбы. Вот, искренне и честно. Какие вот ведущие партии у вас в театре? Если говорить о творческой галерее вашей. Да, это из классических спектаклей. Это Адетта Адилии в Лебедином озере. Это Аврора в Спящей красавице. Это Маша в Щелкунчике. Скоро это будет Жизель в Жизеле. И все ведущие, да? Да. Также есть спектакли Сергея Микеля, где я тоже исполняю ведущие партии. Это и Вишневый сад, и Титаник. В общем, да. Коллекция все пополняется и выполняется. И все известные названия. Да, конечно. Креопатра какая у нас красивая. Креопатра и Тысяча одна ночь. Вот так здорово. Очень приятно. А вообще тяжело с кадрами? Знакомиться с такими людьми. Тяжело с кадрами? С кадрами всегда тяжело. В любом времени всегда тяжело с кадрами. Не только потому, что их или нет, или их где-то искать надо, или какие они еще по-своему трудные, сколько работы надо, сколько сил потратить, чтобы эти кадры подровнять под нужную кондицию, чтобы они вполне хорошо смотрелись на сцене. Всегда есть тут сложности. Но эти проблемы как-то решаемы. И мне нравится с Леной работать, раз уж она здесь, вот рядом. Я уже тоже хочу сказать про нее, что лепить из нее очень приятно. Даже когда видишь, как художник создает свою картину, видишь, что это получается очень хорошо. А иногда даже чего-то не хватает, ищешь, ищешь в ней, и что-то находишь. И вдруг это вырисовывается, как так рельефно все. Вот видишь вот эту партию на ней уже. Вот она складывается по маленьким-маленьким эпизодикам, по маленьким черточкам. И вот сначала не получается, потом все лучше, лучше. И вот это растет, растет, и получается вот то, что получается шедевр. Хотя я вам скажу, что в нашей профессии прекрасному нет предела. То есть можно шлифовать одну и ту же партию всю свою жизнь творческую. То есть улучшать, улучшать, и улучшать до конца. Еще, наверное, надо отдать должное Екатерине Юрьевне, которая не просто прекрасный балетмейстер, но и человек. То есть это всегда какие-то эмоциональные стрессы во время работы. И она не только подскажет, где исправить какой-то технический момент, но она и выслушает. То есть по-своему психолог, наверное, который помогает. Преодолевать вот эти вот моменты. Да, это приходится, конечно. Приходится быть и психологом. Конечно, конечно. И психологом, да, и философом, и всем. Ну что ж, мы сейчас прервемся. У нас новости и реклама. А я хочу напомнить, что сегодня от наших гостей прекрасный подарок для вас, уважаемые слушатели. И очень скоро, очень скоро мы зададим вопрос. А вот в качестве подарка сейчас скажем, что. У нас прекрасный подарок для всех зрителей. Вот билет на нашу премьеру на «Жизель» 27 июня. Пожалуйста, отвечайте правильно на вопрос и получите в подарок этот билет на спектакль. На самую премьеру. Совершенно верно. Ну что ж, прервемся. Над этим спектаклем работает большая постановочная группа, да. Это и сценограф Илья Подкопаев, это дирижер Николай Макаревич. Ну, из всех совместных этих усилий и получается хороший спектакль. Главное, что все относятся с большим вниманием. И всегда я чувствую поддержку со всех сторон. Также педагоги наши работают, которые с балетом, и с кордебалетом. Ну, я, в частности, работаю с ведущими артистами. Поэтому вот совместные усилия, они дают хороший результат. Я надеюсь, что и спектакль этот, нынешний, обновленный, тоже получится неплохим и интересным для зрителей. Скажите, а вот очень хотел задать вопрос именно по Алене. А чем она вас вот зацепила? Почему именно в Жизель вы взяли ее? Какие-то ассоциации со своей ролью, как вы ее работали, были или нет? И не только, наверное, в Жизель, а в другие тоже партии. Ну, сколько уж мы сейчас говорили о премьере, да. Ну, знаете, когда мы начали с ней работать над той же спящей красавицей, я, честно говоря, не совсем в нее поверила. Потому что, ну, образ этот совершенно иной, чем Лебединое озеро Адетта Адилия. Он такой более многогранный. И так же и Жизель. Но в течение работы, знаете, вот какой-то вот азарт наступает такой, чтобы, несмотря на какие-то, может, несоответствия именно, я не говорю там по технике. Нет, с техникой, конечно, Леночка всегда справлялась с таким, не задумываясь. А вот то, что касается вот каких-то игровых моментов, я тут вот, мне пришлось потрудиться. Да, где-то, ну, она и сама, конечно, немало усилий приложила. И вот мне было интересно, как получится вот все-таки именно лепить из того, что, в принципе, может быть, не так же подходит. Где-то жестковатое тело, где-то по пластике, где-то хочется помягче. Но вот я смотрю от раза к разу к репетиции, от репетиции к репетиции, я смотрю, какие-то успехи делаются. И это уже вот как-то подначивает уже и дальше двигаться, и дальше вот улучшать вот это, создание этого образа. Вот. Ну, самое, знаете, что самое интересное в первом акте Жизели, это вот сцена сумасшествия, это каждый балерин для себя сама как-то решает вот эти вот рамки, где вот, как сделать это. Я знаю балерин, которые вот часами закрывались сами в балетном зале и искали вот этот вот образ, где вот где-то найти вот эту сцену, сделать настолько яркой, настолько понятной зрителям, чтобы вот, ну, бывало, что и зрители в слезах уходили после первого акта, где вот Жизель умирает, и вот настолько это было хорошо, что вот, растрогаясь, вот зрители так вот уходили и на перерыв. Янечка, у вас тоже такой вот процесс исканий был, да, вот сумасшествия? Да, потому что тебе нужно, чтобы поверили зрители, нужно поверить самой себе, и при этом ты не должен отключаться полностью от реальности, потому что ты должен всегда знать, где твои ноги и руки, потому что у тебя есть определенные движения, которые ты должен выполнить, но при этом твое сознание должно быть совсем не здесь, не в этой реальности, то есть сумасшедший человек, да, он в своей реальности живет, у него в голове свой мир, при этом ты делишься пополам, чтобы быть и здесь, на сцене, как балерина, и там, как Жизель, как твой персонаж, и вот это вот сложные две грани, которые нужно совместить, но это невероятно интересная работа. Что получилось, я предлагаю, да, мы увидим на премьере, 27 июня, и наши слушатели также смогут это сделать, я почему-то прерываю, потому что сейчас самое время разыграть пригласительный билет. И мы озвучим вопрос, который вы приготовили. Давайте начнем с подарка, и сразу вопрос, хорошо? Но без ответов. Значит так, билет разыгрывается на премьерный спектакль «Жизель», который состоится 27 июня, и вопрос таков. Да. Как зовут оруженосца слугу графа Альберта? Варианты ответов прямо сейчас в нашем официальном паблик-аккаунте в Вайбере вместе с вопросом, чтобы вы не забыли, уважаемые друзья, как зовут оруженосца графа Альберта? Варианты ответов сейчас смотрите в нашем официальном паблик-аккаунте в Вайбере, а потом мы ждем звонок по номеру 284-87-21. «Жизель», 27 июня, два человека. Ими можете стать вы. Ну что ж... Первая попытка, которую мы сейчас услышим. Добрый день. Алло, добрый. Добрый день. Как вас зовут? Людмила. Людмила, таким образом, как вы считаете, как зовут оруженосца графа Альберта? Ой, мне вспоминается, что это Ганс. О, к сожалению, вы не правы. Нет, хорошо. Ну, кому-то хорошо, наверное, да. Людмила, спасибо огромное за попытку. Извините, до свидания. Спасибо, что слушали нас. Уважаемые слушатели, ну, пробуйте еще раз, как звали оруженосца графа Альберта. Ответы сейчас в нашем официальном паблик-аккаунте в Вайбере. Пожалуйста. Да, вот у нас уже телефонные звонки есть. Андрей пока берет звоночек, мы поговорим с Катей. Катюш, сколько у вас вообще в вашем классическом балете, какой репертуар, сколько спектаклей? Ну, в нашем классическом балете, если говорить, значит, я могу их назвать, я их не считала даже по количеству, ну, самые такие известные, самые перлы такие, это Лебединое озеро, Спящая красавица, Щелкунчик, вот сейчас Жизель появляется у нас, ну, и далее у нас есть замечательный нашу молодого балетмейстера спектакль «Вишневый сад», «Титаник», есть у нас еще балет «Клеопатра» и «Тысяча на ночь». Ну что ж, у нас есть еще вторая попытка, здравствуйте, здравствуйте, мы вас слушаем, как вас зовут? Ирина, Ирина, как вы считаете, какой правильный ответ? Правильный ответ, брату Альберту звали Вильфрид, оруженосца, да? Да. Верно, верно. Это так, да? Ирина, Ирина, вы правы, мы вас поздравляем, вы представляете, вы попадаете на саму премьеру Жизель в театр музыкальный. Спасибо большое, я очень хотела, вот на балет давно не было, и музыкальный театр это один из моих любимых театров в Минске, да. Ирина, что вы хотели пожелать Катерине, вот накануне премьеры Жизель? Ну, бодрости, духа, успехов, любви. Ой, спасибо большое вам, большое спасибо, я вас поздравляю. Оно всегда модное. Спасибо. Спасибо большое. Кстати говоря, варианты ответов были Ганс, Вильфрид и Зигфрид, а почему именно они? Катерина, почему вот вы выбрали их? Кто Ганс? Ну, вы знаете, такие вроде бы имена-то интересные, сами по себе, да, немного такие похожие есть где-то, да, вот, с озвучием, но, потому что Ганс, если говорить про Ганса, это тоже персонаж из балета Жизель. Совершенно верно. Да, это лесничий, который уже давно влюблен в нашу главную героиню Жизель, безответно. То есть, это тоже, как бы, роль балетная, и имя оттуда. То, что касается Вильфрида, мы сказали, да, это оруженосец Альберта, главного героя, и Азикфрид, если кому-то известно это имя, так зовут Принца из Лебединого озера. Вот так, достаточно просто. Да, разъяснила, Катюшина, все юансы. Совершенно верно. Катерина, остается пожелать вам действительно удачи, удачных примеров, хороших премьер. Хороших премьер. Восторженных зрителей. Спасибо, я так надеюсь, что она удачно пройдет, и будет у нас... Чтобы все звезды сошлись. Да, и зрителей будет много, их поддержка очень важна всегда нам. Спасибо огромное. Я хочу сказать, что Леночку мы отпустили. Да, да, да. Вот осталась у нас одна Катюша. Катюш, спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Что все осуществилось. А у нас у гостях были представники Белорусского Державного Музычного Театра, это Народная Артыска Белоруссии, Головный балетмайстер классичного балета Катерина Фадеева и выканаутся парты Жизель Алена Ерманович. Сябры, ну а наша программа на сегодня завершена. Разом с вами у эфира были Андрей Синица, Яна Ходоская и наш жукоррелесер Юрий Трошинский. Счастливо. Всем счастливо. Редактор субтитров А.Семкин